Репетиции, прогоны, гастрольные туры и премьерные показы. Такую нелегкую и в то же время интересную жизнь выбирают себе театральные артисты. Самая ценная для них награда – это любовь зрителя и признание коллег по цеху. В Театре оперы и балета состоялась церемония награждения победителей 17-го республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Мифическая и вредика из греческой трагедии Елена Прекрасная из русского фольклора и многие другие героини. На счету Оксаны Ананьевой не один десяток ролей. Однако свою первую награду актриса театра оперы и балета получила за главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Честно, те чувства, то волнение, которое я испытала, когда поднималась, когда была на сцене, они настолько были велики, что даже сейчас так меня немножко трясет. И очень волнительно и до сих пор как бы не верится, что наконец-то за столько лет работы, то есть увидели, дали номинацию. И очень счастлив, очень благодарный режиссеру, который помогает мне расти с каждым спектаклем. Награду за лучшую мужскую роль уже в третий раз получил актер Чувашского драмтеатра Валерий Карпов. Образ Константина Иванова в одноименной пьесе Максимова-Кошкинского никого не оставил равнодушным. Говорят талант. Ну вот люди талантливые здесь собрались. Талант, талант, талант. Нам всегда говорили, талант – это процентов 20, а остальное – трудолюбие. И поэтому только трудом можно быть успешным. Победителей традиционного театрального конкурса поздравил исполняющий обязанности министра культуры Чуваши. Вы делаете сегодня огромное дело, которое нельзя оценить никакими средствами материальными. Несмотря на трудные годы, вы не потерялись. Несмотря на экономических ситуациях, когда страна переживала, вы всегда были с народом. Узорчатый занавес 2017 неизменно пройдет в марсе следующего года. Организаторы мероприятия уже сейчас говорят, что внесут изменения в традиционный формат проведения праздника. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Андрей Спиридонов. Республика.